если верить статистике интернету то мои сегодняшние гости прежде всего жена и мать хотя на самом деле ее все знают и любят как певицу глюкозу наталья чистякова и он наталья я когда к эфиру готовилась посмотрел все соцсети ваше вы сами занимаетесь или специально сами занимаетесь вот это иногда пишу с ошибками это важно да вот обратил внимание что да в инстаграме более а мне показалось что там все параллельно инстаграма twitter и фейсбук там все дублирующие до сегодняшнего дня с начала года да во всяком случае мне так показалось я смотрю что все время детишки детишки и детишки да иногда животные до концерты вот да я к этому что концертов то вообще нет почему вот я пащу с концерта шоу бизнеса вообще ну на мой взгляд что соцсети такая более личная история и конечно моим поклонникам прежде всего хочется знать какая просыпаюсь какая засыпаю им конечно интересны музыкальные новости но даже придешь на какую-то программу и ты понимаешь что три вопроса о творческой деятельности и 23 о твоей личной жизни так может потому что деятельности нет творческая деятельность недавно вышла новая песня и клип на нее сняли и вот 10 февраля я уже улетаю на бали делать что-то новое очень сложно делать мне кажется а мне кажется наоборот там такая атмосфера которая заряжает кто вот с бали не возвращается все у всех обязательно чистая аура они готовы к чему-то такому знаете но новому вы упомянули поклонников у вас только поклонники или поклонницы тоже есть у меня очень много поклонниц а вот я буквально сейчас иду если вам интересна моя творческая деятельность мне мне интересно творческой бы что про нее ничего нет интернет я почему про поклонить спрашиваю нас такая традиция в педаче как ее зовут белла это белла мы кошек у которых нету дома мы им находим дом среди поклонников и поклонник нет нет-нет-нет вам не предлагаю я понял про расклад и она кстати тоже поющие так что две у нас поющее красивая белая очень красивая да поэтому кто-нибудь может из ваших поклонниц да но я потом ее сфотографирую и а могу запостить в своих соцсетях да это бы увеличил бы шансов программа может быть увидит сразу все увидят программу ну что как же так конечно все увидят программу был все увидят если ты петь не прекратишь твои шансы резко уменьшится это к вам не относится это только к ней так давайте про творческие планы это очень редкий вопрос а как вы решили планы редкий вопрос артисты его очень любят я постоянно нахожусь в каком-то движении сейчас делаю новую концертную программу потому что многое в жизни меняется и например раньше у меня было очень много таких кассовых концертов куда люди приходили и садились там зала филармонии дк дк железнодорожника и так далее вот потом я долгое время работала только private заказные мероприятия корпоративы дни рождения еще что а сейчас мне хочется вновь вернуться сделать какую-то вот именно шоу программу и на данный момент я поняла что сегодня люди очень любят ходить ночные клубы больше даже чем они только сегодня вы это поняли нет но просто есть такая тенденция на сегодняшний день что раньше клубные артисты это клубные артисты а артисты для залов это артисты для зал вот на сегодняшний день все поменялось теперь и кого формат клубов поменялся стали другие клубы ты можешь прийти ты можешь стей ты можешь кушать ты можешь там закурить сигареты ты можешь взять бокал вина и при всем при этом еще увидеть своего любимого артиста и вот под этом я хочу сделать шоу которое можно что который будет компактная но яркая вот сейчас в данный момент им занимаюсь открываю себе какие-то новые совершенно профессии потому что артист он кто он постоянно осваивает то чего например никогда ничем не занимался разве ну для кино на лошади надо скакать надо танцевать надо надо там я не знаю что то делать там с животными взаимодействовать удавов себе на с белой надо взаимодействовать то что она по моему стрессирует очень видите с ней шерсть летит и она поет но вы знаете я думаю что вы тоже бы стрессировали если вас вдруг куда-то привели без вашего ведома и согласия еще бы вот так иногда души ничего она сейчас освоится написает кому-нибудь в тапке бывает это было этого не произойдет мы не подпустим близко к тапку кошкам надо прислушиваться не ругать их сразу вот за тапки а присмотреться чьи это тапки да вот пусть ваши поклонницы поклонники присматриваются к белле а мы поговорим о вашем клубном проекте пусть мне казалось что изначально глюкоза кстати 10 лет давить этому проекту это изначально все-таки такой формат не ну не для сцены это такой формат для тусовочной то есть он больше все-таки для аудитории у меня были абсолютно разные залы это были и дворцы спорта 12000 это были открытые open air и это был даже больше это были про сольники говорим или про сольники да на просольники говорим вот и я могу сказать что мне на любой площадке комфортно не я себя не ограничивая не ставлю себе рамки просто на сегодняшний день я поняла что по нашей стране многие дк уже находится достаточно таком плохом состоянии и не везде ты привезешь то оборудование которое ты хочешь просто чисто математика не складывается когда организаторы берут зал им надо все поменьше туда-сюда то есть люди тоже хотят заработать я поняла что для меня самое интересное на сегодняшний день такая ниша которая мне нравится это попробовать работать в клубах которых я работала очень мало как раз глюкоза это тот проект который я объездила нашу страну наверное уже всю раз три и в основном это были такие вот ну как бы вы выступали только в россии вы разве не выступали в странах там ну германия где есть русская я просто время оказывают в америке вы знали на соседних креслах в самолетах по рейсу москва-малага вы туда вот там я никогда кстати не выступала там доставку все в порядке там партабанюса баннели там массу клубов как раз с русскоязычной аудитории может быть надо будет попробовать но там я в основном всегда отдыхаю мне очень нравится морбей очень нравится испания родила там двух своих дочек да я кстати кстати читал мухи отдельно котлеты отдельно читал интервью по вот понял просто сколько горя на земле когда вы пророждение как раз первой дочери писали что вашей няне не дали визу да это было оказались одна с ребенком на руках я подумал сколько действительно бед и горе что вот женщина может оказаться ребенок да знаете потому что я оказалась одна и еще со мной оказалась сестра мужа которая моя ровесница и вот мы с ней вдвоем нам по 21 до его ребенок он кричит мы не знаем что делать волнуемся переживаем плачем потому что мы не можем попасть помочь четыре утра звоним в москву бабушкам и они нас по телефону консультирует но с другой стороны на сегодняшний день я могу сказать что очень рада даже что так получилось но что это была такая закалка сразу то что если была бы няня я на расслабилась и вообще бы не узнала каково это быть одной с ребенком а сейчас вот я сегодня ничего не боюсь и вторая дочка вообще у вас там гувернеры няне там я так понимаю что ну помощники конечно есть и без них никуда иначе нужно просто прощаться с карьерой знаете меня очень удивило опять же не помню в этой же беседе в какой-то другой что вы сразу построили нянек и сказали чтобы они с детьми ну держали дистанция да чтобы они не обнимали не не целовали я это делаю исключительно а как же тактильные общения которые они у них есть они могут там приобнять еще что-то я даже больше пыталась объяснить няням что не нужно как бы ну пытаться привязать все детей не нужно им пытаться заменить бабушку дедушку то есть у них должна быть своя ниша няне которые их любят и все остальное но понимаете сегодня няня есть завтра у нее что-то случается и она уходит потому что эти люди все равно приходит работать и пока им комфортно они работают а потом у них есть свои проблемы дела заботы родственники все остальное и когда она уходит но детям становится больно и для того чтобы этого не было нужно иметь вас как детстве было с тактильным общением я прочитал все про ваших детей про вашего мужа олигарха да вот в чем дело то есть мама с папой не участвовали очень мало участвовали в воспитании вот была бабушка и улица ну про улицу и поэтому хорошо что была бабушка если бы не было бабушки то не знаю бы вообще что кто кто бы из меня вырос что улица достаточно жестокая такой знаете родитель который воспитывает но совершенно по своим правилам и законам и хорошо что была бабушка которая вот каким-то добротом какой линии по папиной по папиной и вот недавно мы 80 лет ей уже гуляли она прекрасно себя чувствует смотрит вашу программу бабуль привет а вот кто мой зритель это мой главный зритель я знаете даже когда вот не успеваю посмотреть программу какую-то а мне например хочется я звоню бабушке игры бабуль посмотри потом расскажешь потом ей перезваниваю мы знать ну конечно это проще чем записывать время а потом уже ты забываешь я понимаю что сегодня такой поток объем информации и всего что с нами происходит если ты сейчас чего-то не увидел не сделал не посмотрел хорошо как бабушка творчество относится ваша ну критикует 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 что исполнение или то что называется сценический образ там всегда говорит хорошо выглядела или ты знаешь вот так ты была откровенно но бабушка такой очень культурный воспитанный человек поэтому она не может как-то там более резче сказать но для меня уже это там звонок но с другой стороны правильно пусть смотрят наша женская красота она не так долго пусть 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 видит что она у нас есть а потом говорит уже будешь наряды закрытые носить знаете я был отдам все таки потому что она говорит больше чем вы эту не формат спасибо я надеюсь что это шансы ее не уменьшит мы вернемся в конце разговора к ней кстати еще у нас такой коробочки не хватает поменяли мы кошку на коробочку вы хотите прочитать уже это игра в правду это гоша куценко нас подсадил на эту игру но мы все сидим на каких-то играх я уже поняла но кто на чем сейчас обратила внимание что прям пошла тенденция все собираются компаниями меньше уже стали ходить да вы в крокодилы играете с квартетом и да с удовольствием с ребятами играем они нас и научили кстати я кстати про квартеты там как-то было сказано что когда мы с мужем приглашаем карте ну то есть обычно когда муж олигарх то приглашают формате корпоратива или они ваши друзья то есть мы дружим на предмет чтобы они знакомились на каком-то из корпоративов а все-таки да все-таки а потом как-то вот стали общаться стали куда-то вместе ходить потом стали вместе отдыхать но они к вам приходят это был их выписываете на корпоративе или они приходят вам давайте уточним так муж не олигарх обычный нормальный муж зарабатывает конечно обычный нормальный муж не может позволить себе гувернеров детям вот но все-таки не не роман обработать ну но мы будем стремиться он нефтяник это уже в общем же из нефтянки да это понимаешь друг тоже от и оттуда тоже вообще очень разносторонний человек сейчас не только в нефтянке он в музыкальном бизнесе недавно он открыл концертный зал стадиум где сейчас многие рок-концерты уже проходят там да я где-то читал что он вас приучил слушать хорошую музыку я учил это правда действительно но я вообще меломан и могу дрыгаться под все что угодно знаете я и юрия антонова люблю и продиджи люблю вроде бы такой раз вот сейчас сдрогнули но 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 и те и другие и те и другие есть продиджи я не знаю смотрит на есть просто песни юрия антонова ты он просто выступал на одном мероприятии как ты и на котором я тоже была и я понимаю что эти песни они уже в крови понимаете вот ты не можешь не слушать там каждый день но если ты находишься где-то и они играют то ты любишь эти песни ты вырос как некая ностальгия возвратку возврат куда-то у меня в детство у кого-то в юность а правда что вы с супругом признались друг другу в любви под песню b2 революция да это было в клубе b2 выступали b2 и была революция и мы значит мы уже не только русский не только русский в основном конечно зарубежный есть такие легендарные там группы когда дт это там его молодость это который сейчас кстати вот я тоже буквально недавно была на его концерте еще актуальнее звучит вы шансон любите я меломан и шансон я все люблю главное где когда и по какому поводу если говорить о себе на сегодняшний день после высоцкого кто я думаю что это сплин так и бедва мне ребята нравится так если честно рока мало земфира конечно безусловно почему конечно безусловно ну потому что вот недавно было почему конечно безусловно потому что я не одна такая из недавно у нее был концерт лужниках это было два дня подряд солдат поэтому конечно да солдат конечно это все равно говорит о том что там пусть даже при последний альбом я не могу сказать что я там супер фанат но есть вещи за которые я уже люблю и все ну напойте какой-нибудь ну любую вот просто одну строчку из земфира можете по рэп рэп почитать понятно ну все все ясно кармане на это падали звезды кармане падали звезды ты был счастливый и пьяный но у нее дофига чего можно подпевать и пить короче она мне очень нравится я обратил мнение что в самолете вы при этом не музыку слушайте а читаете я еще сериалы смотрю я если честно жуткий сериал оман да какой любимый в последнее время я смотрю что все и это смотрел нет запиши это вот это запишу скачай разные люблю сериалы очень с удовольствием посмотрела хомленд родина house декстер классный сериал black mirror черное зеркало вы не смотрели нет мне очень как ситком но у комедийные два с половиной человек вот так вот это все-таки декстер это так ну круто жёстко да очень не похоже не не вяжется с вашим образом достаточно обо мне знаете сидят неопознанные темные силы которые никто не знает все это что кстати по знаку я близнецы а вот близнецы мы близнецы мы близнецы в нас есть всего да да по чуть-чуть от каждого знака поэтому мы можем и это многое объясняет тяжело александру я имею ввиду не не сына а мужа пойдем со мной будет плохо но тебе понравится а как вы ладите кстати с сыном от предыдущего брака супер ладим когда только я появилась жизни александра санечке было только в шесть лет будет буквально исполнилось и мне конечно повезло он был моим поклонником ну естественно как многие дети в нашей стране сейчас уже я смотрю потом опять детей подводят уже новое поколение либо подходят какие-то дяди горит я вышел на вашу я вырос на вашу песни вот тут мне уже становится да да это прикольно кто хотел спросить а сейчас это уже взрослый парень я никогда не пыталась заменить ему маму которая у него есть и он видится с ней постоянно с мамой нет с мамой не общаемся ну конечно каким-то вопросом там разговаривали еще что то но нет такого что мы там вот друзья друзья все-таки сохраняем некую какую-то дистанцию а сейчас он уже такой взрослый я больше работаю под прикрытием хорошо а что он слушает он слушает глюкозу допустим вот ностальгически или уже нет а что-то новое из того что вы делаете но знает все мои новые песни уважает уважает знаете важно чтобы тебя дети не просто там любили еще что-то они уважали то что ты делаешь и это видно что он относится с уважением какие-то песни ну так не очень больше нравится ему медляки такие какие-то такие ну так как все таки я больше попсу исполняю ну да вы знаете народную это немножко нет хотя на вкус и цвет карандаши раз вы считаете что вот эти вот первый анимационный проект который был он был изначально задуман как народный они как такой вот тусовочный для людей которые вырубают конкретно категории он просто был придуман потому что пирала пирала фадеева пирала всех нас мы делали создавали придумывали вы садим по прежнему до сотрудничать а вот интересно допустим поскольку понятно раз вы творческие единицы вы там должны должны родственники просто у нас изначально он взял меня ребенком мне было 15 лет я была посторожнее с прокурором как первое что я сказала можно мне купить сигареты мороженого он офигел от такого контраста что вроде бы такой уже ребенок который ему который уже курит взрослый уже быстрее да я курил а бросили когда до родов до родов до родов бросили но остальное бросили познакомилась он меня вцепился и все он не курит нет нет возможно говорить про творческие планы пришли про мужа творческие планы ну как я все время в работе поэтому на меня там дети даже обижаются что я не не мало уделяю времени хотя максимально стараюсь там успеть даром там почитать им до 9 приехать домой а дома это где приехать домой такой где вы за города мы же ну понятно что за городом но на новой реке понятно хорошо значит вот мы приступаем к финалу наш мы обычно разошла обычно да у нас три вопроса сдаются но поскольку вы уже успели ответить на много вопрос интересно же так давно даю интервью что я знаю все вопросы наизусть я задавал какие-нибудь из тех которые знают обычная у вас есть какие-то вопросы которые я там уже слышала но мне очень нравится ваша подача и схема вашего интервью это в какой-то момент отключаешься от ощущения что то есть камеры вот это вообще совершенно замечательно значит смотрите наталья какая это игра здесь карточки четырех цветов это четыре группы вопросов вопрос на подумать откровенный вопрос неудобный и вопрос свободный свободно это значит от меня здесь пишечки четырех цветов вы пишечку какого цвета вытяните выберите карточку такой будет вопрос да зачитаете его можете не отвечать ну здрасте даже нет ну а вдруг вдруг какой-то вдруг красный вопрос а красный лично ну они откровенными вот видите я кстати чтобы чтобы вы понимали что подстава нет я продемонстрирую что все не красные да да фишки так что выбирайте любую красную красную да ну конечно раз вы вытащили красную ну пусть будет вот это дочитывайте блин откровенный вопрос вам иногда кажется что ваш партнер крайне скучный человек вообще никогда не кажется потому что мой партнер это такой такая динамо машина он и нефтью занимается и концертным залом занимается сейчас практически заканчивает 3d полный метр мультфильм такого мирового проката работает с актерами при всем при этом еще ездит в офис это очень интересный и многогранный человек мне кажется что сложно чтобы он не наскучил почему же блин вырвалось когда вы увидели вопрос к чему же блин ты относился блин ну блин потому что вопрос про мужа сразу понимаете вы мне только говорили вы мне все про мужа да про мужа почему партнер не обязательно ваша фадеев тоже партнер здесь ведь каждый понимает партнер а я партнера сразу хорошо что скучный и дальше думаю что будет после слова скучный человек человек там нет у меня скучно человек выбрал глюкозу и не ошибся и теперь ему все время весело да конечно это выбор постулировал а вывод который я делаю причем не только сегодня каждый вечер что с правдой лучше не играть вы согласны я согласна наконец-то со мной хоть кто-то согласен я с вами во всем соглашусь а